Давай начинать. Доброе утро, ой. А, бам. А на самом деле ты прав, потому что у кого-то утро. У кого-то утро, ладно, но смеримся к нашим часовым годам. Добрый день, друзья, с вами ЕБМ, еще будущий Минералов, новое шоу от создателей Игромании Утром. С вами Артавас Мурадян. Захар Бочаров. Я думаю, можно не говорить больше, когда... Про Игроманию Утром. Ну да, зачем? Нельзя говорить про Игроманию? Про Игроманию нельзя. Не, можно. Игроманию, Игроманию, Игроманию. Что мне за это будет? Я думаю, что эта фраза... Все, ладно, поехали. Да, ЕБМ, еще больше Минералов, новое шоу от Арика и Захара. Давай так. Да. Давай. Можно просто говорить привет, это еще больше Минералов. Привет, это ЕБМ, да. Не хотите поговорить о господи нашем боге? Вчера прошло два важных события, это пресс-конференции... И пресс-конференции с Саней. Что? Добрый вечер. Пусть останется тепло от нашей встречи. Если ты не был абсолютно ничем мотивирован, я даже не знаю, почему это случилось. Ну, а, кстати, помимо Интерпола и Джо Дивижн, я советую послушать Михаила Полотно. Михаила Боярского. Нет, Боярского не знаю. Группу ЛВД и прочий рак, который существует в музыкальном пространстве. Мы начинаем, в общем, подборочку наших новостей царских. Не первая новость, наверное, моя. Потому что... Как же ты вчера визжал. Это боль, которая расколола мой зад на несколько частей. Я реально, я когда услышал... Ладно, давайте спойлеры. Воу, воу. Давайте спойлеры. Чёрный кадр. Чёрный кадр. Сейчас я всё верну. Да, всё нормально. Чё-то было странно. Так. Отлично. Бастион Паул. Да. Бастион Паул, Нинтендо продалась. Сигера Миямото лично на пресс-конференции компании Apple представил Super Mario Run, который, как вы понимаете... Super Mario Rack очень быстро заимел название. Super Mario Rack? Окей. Ну, куда что-то дичь. Ну, приходишь к врачу. Это как Дота почти. У вас Super Mario Rack. И который, к несчастью, Нинтендо... Ну, не к несчастью, ладно, давайте безоттеночно постараемся. Нинтендо сдалась. Допавним, что в прошлом году, в июле, не стало, к несчастью, президента Нинтендо Сатуро Ивате, который долго боролся с болезнью, но не смог её победить. Его принципом было не выпускать какие-то игры на мобильные платформы, потому что Нинтендо должна была оставаться верна себе. Да, но... Теперь, похоже, курс компании сменился. Wii U продаётся не так хорошо, как раньше. 3DS продаётся хуже, чем... В Wii U никогда хорошо не продавалось. Да, ну, раньше я имею в виду Wii, предыдущие поколения. И мы видим игру про Марио для мобильных устройств. Что это такое? Это ранее. Это типичный формат для мобильных устройств. Персонаж передвигается сам, слева направо. Вы больны собирать бонусы и как-то лайтово им управлять. Самая жопа была бы, если бы самое... Вот то, что ты сказал, было бы, то, что ты произнёс без слов... Если бы камера была бы из-за плеча, как у раннера... Не надо слов! А камера из-за плеча, это было бы супер. Это, ну, всё. А это терпимо. Что меня уничтожает? На всех презентациях телефон держит вертикально. Вот неужели удобно вертикально играть в раннер? Вот неужели удобно? Вот справа налево, вот размер экрана, который тебе доступен, ну, разлёт экрана, когда ты играешь в раннер вертикально, а вот, когда горизонтально, как бы, да, есть... Ну, ладно, ой-ой-ой, видишь, у меня нервы задают из-за дворечной... Вот, всё нормально! Вот, да, как бы, ну, дерьмо! Ну, реально, дерьмо! Представь, если бы это было горизонтально, насколько можно было бы лучше ориентироваться в уровне. Удобнее играть на ходу, держать телефон вертикально. Одной рукой, да. Это должно написано на сайте. Первая игра про марио, в которую можно играть одной рукой. Потому что второй, ты, не знаю... Гладишь себя? Или соседа своего в метро говоришь? Да, да, да. Или снимаешь стресс с помощью присоски в виде мошонки. Да, в виде мошонки, да, да, потому что... Боже, я играю в марио. Если ты держал, я играю в марио на мобильном устройстве, это же что-то невероятное. Как это выглядит? Выглядит как New Super Mario Bros., который выходил на Wii, на Wii U, на старте. Это тоже графическое оформление, при этом там будет какой-то набор уровней. Игра будет платной, это не фритуплейная игра, но в ней будут вшиты микротранзакции. Не фритуплейная, не рано. Не фритуплейная. Не фритуплейная. Удачи находятся в мире вообще. Ну, то есть отдел открывает работу. Говноедский отдел Nintendo. Вы придумали раннер про марио. Отлично, но не фритуплей. Забирай. А, и такой, забирай бумажку с микротранзакцией. Все, отлично, готово. То есть ты платишь за игру, потом еще платишь за дополнительные попытки, монетки и так далее, я так понимаю. Ну, так делается во фритуплейных раннере. Да. А в платном раннере я не знаю, что это вообще. Потому что Nintendo совершенно не представляет, что такое фритуплей и как он работает. Но акции Nintendo тем не менее. Акции Nintendo выросли на 12 лет. Я тебе больше скажу, все будут играть. Все будут играть. Я буду играть. Понятное дело. Ты не будешь, мне телефон слишком старый. Не потянет. Марио бежит слишком быстро для твоего телефона. Уже есть шутка про деградацию, кстати? Марио, кстати, бежит, но пока не убегает. Да, это действительно супер смаж. То есть, это то, что я говорил. Ну, понятно, Nintendo говорила, мы выпустим игру про Марио на мобильных устройствах. Также они говорили, мы выпустим Fire Emblem. Fire Emblem. Но я бы, кстати, от Fire Emblem на мобильных устройствах не отказался. Fire Emblem. Ладно, окей. Ладно, выпустим Fire Emblem. Fire EBM. Да, да, да. И Animal Crossing. Но это они отложили. Сейчас выпускают Марио. И когда говорили про Марио, все такие, господи, только вы не ранен, только вы не раковые ранен с Марио. И вот как бы анонсируют именно то, что ожидали. Раковые ранен с Марио. Так вот, на самом деле, даже не отражает половина эмоций, которые вчера испытывал Захар. Потому что такой, на конференции не... Apple показали Марио. Мы вчера сидели, на самом деле, в интерьере в Перово. И обедали с ребятами. И в этот момент анонсировали. Я еще свой телефон на зарядку отдал. Да, уже ужинали, я бы сказал. Да, ужинали. И тут Ян Кузовлив такой поднимает лицо и говорит. Например, в принципе, Apple анонсировали ранен про Марио. Я такой, гонишь. Он говорит, да нет, Миямото выступал. Я такой, так. Встаю со своего места, иду, забираю телефон, реально анонсировали, реально, Супер Марио ранен. И как бы, ну... Ну и он орал просто, орал. Ну что за дерьмо? Ну какого хрена? Они сейчас заработают на нем кучу денег. И будут делать раковое дерьмо для мобильных с Марио. Ранен про Зельду. Нинтендо уже облажалось. С последней Fire Emblem. Нинтендо уже облажалось. С последним Метроидом. Нинтендо уже облажалось с последним Ксеноблейдом. С Зельдой, слава богу, еще не облажалось. И тут они выпускают ранен. Ну, не страшно, серьезно? Ну, Марио Скай выглядит лучше в миллион раз, чем это дерьмо. Ну, серьезно. Ну, серьезно. Я как фанат Нинтендо, у меня просто, ну... Нет, на что? У меня жопа, как будто идет колючая проволока уже. Ну, ладно. С другами заработают денег и делают что-то хорошее. Да, парк развлечений. Или еще парк Альни-парт. Не закроются, например. Нинтендо не закроется, но курс, мне кажется, неверным. Ну, естественно, это огромная победа для Apple. То, что Сигера Миямото выходит на сцену во время их презентации, она наносирует эксклюзивно для iOS первую знаковую мобильную игру от Нинтендо. Но в Pokemon Go не играет. Ну, я понимаю. Ну, и с Pokemon Go они тоже разобрались, на самом деле, на Apple Watch. Да. Вот, ну, то есть, это безусловная победа, Apple. Нинтендо культурно значимый бренд. Слушай, ну, подожди. Я понимаю, что у тебя очень горит. Но я смотрю на это немного с другой позиции. Давай. Ну, это как Remedy и Crossfire. Ну, делают они, ну, пусть делают. Ну, забей. Может быть, они, заработав с это денег, сделают что-то нормальное. Они, там, вложатся куда-нибудь. Или нормальные мобилки начнут делать. Им же, ну... Понимаешь, с чем проблема? У Ubisoft вот та же самая история. Их сейчас спрашивают, типа, вот смотрите, выпускаете там вот эти вот все свои игры. А где Prince Persia? Где Rayman? Они говорят, Prince Persia... Ну, Rayman и делают. Да, даже имя часть уже выпустили. Да, и больше чипа не будет. Rayman Legends вышла в 2013 году. Привет. Прикольно. Может и выйдет. Они говорят... Ну, а первый Rayman в 90-х. Ну, подожди. Они говорят, они препятствуют себя чувствовать в мобильных устройствах. Вот что они говорят. И новый Prince Persia анонсируют для планшетов. И новый Rayman анонсируют для планшетов. Rayman Adventures анонсируют для планшетов. Ну... Все. В отстойник. Идите туда. Да почему? Вы неинтересны на консолях. Идите туда. Ты мыслишь какими-то вообще категориями очень узкими. Ну, то есть, посмотри... Давай мне категорию шире. Давай, валяй. Вот именно. Я вижу, что там Nintendo клепает гребаные мобильные игры за 3 копейки. Да, я вижу, как Nintendo клепает игры за 3 копейки. И выпускает NX с графикой. Багатеет и выпускает нормальную консоль через поколение. Но мне кажется, легкие деньги развращают. И развратят даже Nintendo. Слушай, это компания больше 100 лет. Вот именно. Они начали с игральных карт. Для них бизнес переобувать. Это как бы... Ну, вот. Вообще не страшно. Ну, переобув... Они уже обещают парки аттракционов, мультики, амибо. Выходят Zedda в этом году. Да, что плохого? Они хотят... Слушай, ты смотришь на это, как... Ну, посмотри с точки зрения, что ты человек, который руководит Nintendo. Тебе нужны бабки. Все. Ну, просто это очень легкие. Ты, блин, в жопе из-за Wii U. Тебе запускают сейчас новую консоль. Ну, как бы... Тебе нужны бабки. Ну, да. Ну, и что? Вот. Они зарабатывают... Зарабатываем... Хоть меньше сопротивления. Вот именно. Вот именно. По пути меньшего сопротивления Nintendo и функционирует последние уже несколько лет. Нет, Wii U это не путь меньшего сопротивления. Wii U это максимальное сопротивление, которое можно... Да, но игры для Wii U это как бы в большинстве своем там копии или какие-то... Как она называется? Порты, сиквелы безопасные и так далее. Мне не нравится этот курс. Я вижу в этом знак вот чего-то, чего-то очень плохого. Ну, я вижу просто знак расширения. Они расширяются условно. Они идут на мобильный рынок, где есть деньги. Всем компаниям нужны деньги. Ну, это... Так все работает. Ну, серьезно. Ты же это все знаешь. Не знаю. Не уверен. Я думаю, что Nintendo... Мне кажется, больше раковых игр сейчас будет. Мобильных. И... Ну, никто же не заставляет. Они и так есть. Куча раковых игр мобильных. Миллионы. Nintendo и так не успевает тянуть. Не успевает тянуть. Как говорится, кто это будет делать, если Nintendo будет продолжать свои большие игры сделать в том же тембе? Да дай бог, чтобы продолжали. Я просто говорю, сейчас выйдут на мобилки и уйдут туда. Да не уйдут. Мне кажется, ты меня просто разводишь на сарач, если честно. Ну, то есть, потому что, ну... К чему? Нет, я серьезно. Я серьезно придерживаюсь мнения, что ты как бы очень сгоряча судишь. Они выпустили одну игру, и ты уже такой... Это третья игра. Ну, Марио. Митома, Монгоу и... Митома, непонятно, что. Монгоу это вообще нянтик. Ну, да. Но все-таки под брендом Nintendo. Под брендом Nintendo, но там, типа, далеко не преобладающим. Ну, то есть... Бренд, да. Бренд, да, но как бы... Нянтик, это все равно игра нянтик, как бы. Да. Вот. Окей. И мне кажется, что ты что-то рад паникуешь, потому что Покемон Гоу не такой уж и рак. Митома это вообще, ну, как бы игра. Я долго слежу, я с детства слежу за Nintendo. И играю во все знаковые игры от Nintendo. И вот этот курс, который вот на Wii еще куда не шло, с Wii U и 3DS, это начинает уходить, ну, абсолютно не туда. Ну, абсолютно не туда. Они основные свои игры уже просрали. У тебя горит раньше уже, пусть они NX анонсируют сначала. Пускай анонсируют NX, и я уверен, что это будет нечто сомнительное, потому что... Ну, мы это обсуждали уже. Ну, да. Они вынуждены делать пересменку. Ничего хорошего они из этого не сделают. Это не Sony, который сидит себе уверенно на троне из 40 миллионов проданных консолей и говорит, а мы сделаем Pro-консоль, потому что мы можем. Она выйдет 10 сентября. Не, и будет стоить столько же сколько. У Nintendo еще нет другого бизнеса. У Nintendo только игры. У Sony есть телевизоры. У Nintendo, ну, как сказать... У Microsoft есть операционные системы. Как, если помнишь, когда запускались Sony и Xbox новые консоли, тогда же очень много говорили о том, что у Sony это, типа, чуть ли не last shot. Если у них не получится, они нахрен схлопнутся. У Nintendo никогда нет этой проблемы. Они могут себе позволить... Деньги исчерпаемые ресурсы. Вот именно. Они могут ошибиться. Они ошибились. И сейчас они ошиблись. И сейчас они не могут. Поэтому они делают мобильную игру, чтобы иметь возможность ошибаться и делать что-то, типа, революционное. Черт подери, почему я Nintendo защищаю? Мне кажется, нет параллельной реальности. Почему они такие, о, смотрите, да нахрен нам вообще париться им выпускать какие-то инновации? Мы просто берем и дуем. У тебя моральная травма, связанная с Konami просто, мне кажется. Ну, серьезно. Почему с Konami? Ну, потому что это похожая ситуация. Ты описываешь будущее, которое сейчас... Ну, кстати, да. Ну, вот, мне кажется, что это как-то вот связано. Ну, смотри, они обе японские компании. Да. Это все, что их связывает. Ну, когда специализировались, что игры были когда-то лидерами своих ниш. У Konami игр немножко поменьше все-таки. Ну, да, но их сериалы были топами в свое время. Seven Hill, Metal Gear, Pro Evolution. Ну, Pro Evolution, что ли, сейчас есть? Все просрали. Три сериала. Все просрали, кроме пса. Все просрали, кроме пса. Как вчера, это занесли стикеры в Telegram-чат по отвратительным мужикам. И там, типа, есть стикер Dishonored, это как смотреть на сношающихся собак. Но вместо сношающихся другое слово. Которое начинается с той же буквы, что аббревиатуры нашей передачи. В общем, Nintendo для меня сейчас это как смотреть на сношающихся собак. Реально. У меня осталась последняя надежда, это Breath of the Wild. Которая пока что выглядит отлично. Меня абсолютно, кстати, не... Вот у меня абсолютно противоположное с Захаром мнение на этот счет. Ну, собственно, вы слышали. Мне, наоборот, кажется, что надо посмотреть, что будет. Потому что, ну, то есть, одну игру, по сути, они выпускают. Первую игру нормальную полноценно Nintendo выпускает на мобилках. То посмотри. Может, это будет лучший раннер в твоей жизни. Полноценную. Полноценную, МАЭС. Раннер, который играет за... Ты понимаешь, что я имею в виду? Есть Super Mario Maker на Wii U, где сам можешь этих уровней наклепать, сколько ты хочешь. Короче, блин, Nintendo вообще пипец расстроит. Горит очаг. Пипец расстраивает. Горит очаг. Да. Я уверен, что ты не сделал эту тему дня. Я вообще вот на волоске от того, чтобы перестать вообще быть фанатом Nintendo. Да. Пару донатов еще. Давай. Нормальные люди, пишет Осколок. Присылай 233 рубля. В 11 утра на работе, учебе. Го, ЕБМ в 23.00. Отличное предложение, Осколок. Но мы в 11 утра работаем. Я читаю Осколок. Я его ник вспоминаю песню Арии. Осколок льда. Да. И мне приятно. Я не знаю, почему ты слушал Арию. Мне нужен крем для жопы мази, на самом деле. Я реально пригорел. Реально пригорел. Впервые на этом канале. Впервые на этом канале случилось в Амбисе. Это была самая длинная первая новость. Кроме 15 минут затирали про феррую новость. Ужасно. И тут донатов надо прочитать. Пол Бэнкс прислал 101 рубль от Интерпол. Пол Бэнкс это солидный бэнсерпол для тех, кто не знает. Но человек, который прислал, знает. Стало его задрогать. Влав Геймс прислал вторую партию 666 рублей. И написал тогда второй донат Захару. Теперь у нас у обоих есть по 666 рублей. У нас еще меньше. Минус налоги, минус заставка, минус на пиво. Да, да, да. Окей. Спасибо тебе. Бэнкс прислал 100 рублей и 31 копейку. Очень странный выбор. Да. Привет, ребята, привет. Арик, ты мне двух боссов в ББДО. Да что вы, Аня. Я им только должен, боссом. Вопрос, если новая PS Slim тоже поддерживает HDR, то смысл покупать в PS Pro уменьшается. Так зачем ее брать? Зачем вам, ребята, Захар... Чего? Не старый? А, удачи вам, ребята. Извините, я это... Захар не старый, что ты несешь вообще? Захар не старый. А, Захар не старый. Да, да, да. Арик не волосеет. Не волосеет. Все, постараемся. Амик прислал 250 рублей. Захару на огнетушитель. Спасибо. Спасибо большое. На пантенол. На пантенол, да. Синичка, да, три единички. Пишет, всем покинут здание, огонь распространяется, бесконтрольно беги. Я все это говорю всерьез, с запалом. А параллельно донат вспыхивает на экране. Всем покинут здание, Захару на огнетушитель. Ладно. Вы молодцы, девочки, вы молодцы. Может, это мальчики еще. Нет, я точно знаю, что это делать. На синичка-то да, а может, там другие тоже. Амико типа мальчик, да? Действительно. Серьезно. Ладно, хорошо, ты прав. Ты прав, окей. Вы главная надежда Ру-сегмента. Звучит как брифинг. Это имя человека, который прислал 150 рублей и пишет ПЛИЗ. Сделайте регулярную программу про киберспорт. Это будет супер-бустер для вас и аудитории. Сто раз уже просили. Нам этого не хватает. Спасибо за то, что делаете. Мы не умеем в киберспорт. Давай ради человека сделаем эксперимент. Включи завтра. Найди какие-нибудь киберспортивные новости. Мы просто продемонстрируем. Пытаемся импрометировать это, да? Окей, хорошо. Да, да, давай. Все-таки Петя не выдержал. Слава Богу. Андерсан 89, 321 рубль. Ребята, как думаете, в старых трейлерах новых игр для PlayStation 4 графика была с прошки или все-таки с обычной плойки? Спасибо за эфиры. Все такое. Счастья, здоровья. Вы лучшие. Спасибо. Держитесь там. Спасибо за донат. Ну, была, наверное, с прошки. Да, там, по-моему, везде была надпись, что трансляция идет с PlayStation 4 Pro. Да. Все, я дочитал донат, можно продолжать, на самом деле. Перейдем ко второй новости сегодняшнего дня. Она простая. Она правда. Там нечего гореть. Да. В сентябре Ubisoft дарит всем The Crew для PC. На тебе, Боже, что нам не гоже. Да. Компания Ubisoft, отмечающая в этом году 30-летний юбилей, продолжает ежемесячно одаривать своих любимых пользователей подарками. Бесплатно раздавать свои проверенные временем хиты, вроде Tom Clancy's Splinter Cell и Raymond Origins. Вот и в этом месяце разработчики предлагают игрокам Ubisoft Club со всего мира новое халявное развлечение The Crew. Гоночный мультиплеер с открытым миром на территории Соединенных Штатов Америки от студии Ivory Tower. Как подчеркивает Ubisoft, игровое сообщество по-прежнему продолжает активно поддерживать гоночный симулятор. А с момента выхода игры, это было в 2014 году, по виртуальным трассам прокатилось более 9 миллионов человек. Я видел этого парня. Я тоже. Продавшего руку. Нет, он давал мне поиграть в The Crew. А, я его только что видел. Calling All Cars, новое дополнение в игре. Да, собственно... All units, простите. Да. Это не предел, считают девелоперы, разработчики. Возлагая надежды на грядущее дополнение The Crew, о котором сейчас сказал Захар, Calling All Units, которая с 29 ноября позволит геймерам принять участие в уличных гонках и извечное противостояние полицейских и стритрейсеров. Собственно, об этом был трейлер. По гейблэ похоже на Fast Speed Hot Pursuit. А, ты прям в это играл? Играл прям в Calling All Units, да. Бесплатно справа версия The Crew для ПК, кстати, станет доступна всем желающим, членом Ubisoft Club с 14 сентября и будет оставаться такое на протяжении 30 дней, то есть до 14 октября. Это правильное решение. The Crew не суперхитовая игра, у нее есть своя аудитория, но, тем не менее, она специфична для того, чтобы понравиться всем, ее, конечно, надо давать бесплатно и уже и монетизировать на Expansion Паках, что они и стараются. Она, как и Drive Club, оказался легким разочарованием. Да, но причем почему-то в России она вроде популярнее, чем на других рынках. Вот как-то так. Возможно. Это тебе парень сказал, которого ты узнал? Парень. Да, мы с ним побеседовали по этому поводу. Ну, такой, о, раш, раш, он как всегда. Ну, раш. И фиг знает, что они думают после этого. Уходи отсюда. Уходи отсюда, мальчик. Да, будешь нашим королем. Следующая новость, тоже быстрая. Автор Sea of Thieves рассказывает, как ему удалась такая красивая вода. Ура! Наверное. Любоваться на воду. Я сейчас был в 2016-м на воду в игре полюбоваться. Давайте полюбовимся, кстати. В ходе Sea of Thieves пользователям предстоит провести немалое количество времени на борту пиратского корабля в открытых водах. И воды эти, судя по предыдущим роликам, выглядят в игре весьма симпатично. У вас отошли весьма симпатичные воды. Теперь же RR решила поведать, как команда добилась столь потрясающей реалистичности в изображении водных поверхностей. Я чувствую, что я стал в предыдущем рубрике, никого не волнуюсь. Ну нет, вода-то красивая. Я вообще хотел тебе рассказать свою давнюю мечту. Еще до того, как мы открыли утром, я думал... Грана не утром? Да. Спасибо. Просто запершила. Я думал о том, что у меня будет своя передача на радио Радонеж. Она будет начинаться в 6.30 или 7 утра. И она будет называться «Никого не...». И в рамках этой передачи я буду принимать звонки от старичков или рассказывать абсолютно тупые и ненужные вещи и заканчивать это фразой «Впрочем, в это никого не волнует». Вот. И вот как бы сейчас я почувствовал, как будто моя мечта сбылась. Я действительно читаю новость, которая абсолютно никого не волнует. И если что, я на Twitch-канале Disgusting Man, а не на радио Радонеж. Ну ладно. Как рассказывает директор про разработки программного обеспечения Энди Деннисон и старший инженер программного обеспечения Марк Лукас вдвоем сидят, работают над водичкой. Один из секретов заключается в том, как свет падает на воду. Особенно на заре, когда восходящие лучи солнца красиво отражаются от моря. Тот же эффект вы можете наблюдать на воду или на чане с жижей. Вода в Sea of Flips ведет себя по-разному в зависимости от местности. Игривая вода, злая вода, веселая вода. Так, например, в открытом море могут быть громадные волны, а возле берега ласковый прилип. Предполагается, что Sea of Flips поступит в продажу. Зачем я включил эту новость? В начале следующего года на Xbox One и Windows 10. Согласно правилам программы Xbox Play Anywhere. Не такая уж, она и красивая. В Skyrim с модами вода красивее. Ну, тут вообще мультяшная графика. Что это вообще такое? У меня такое ощущение, будто это кадр из Muppet Show. Вот реально сидит такой чел в каком-то антураже непонятном пиратском. А, по поводу Sea of Flips была классная история. Да, сейчас прочтем донаты после этой новости. Да, там несколько штук упало. Хорошо. Ходила банда прям пиратская по... Как его? Кирд Мессе? И там, знаешь, играли вот эти пиратские мелодии, которые вот на это какой-то так... Вот это вот там, один с барабаном, другой вот с этой вот штучкой. И они такие оборвыши, все бомжары такие. Sea of Flips у них был флаг. Вот это было прикольно. Саму игру я не видел нигде. Но она, очевидно, тоже была. Просто я не хотел, ну, не особо стремился в нее поиграть. Окей, ладно, ребят, вода красивая, но в игры не ради воды играем. Если вы играете в игры ради воды, ну, не знаю, в ванной плещитесь. Для тех, кто не помнит, кстати, напомню, Sea of Flips это довольно любопытная игра, где вам командой надо латать корабль, кататься по морю. И это мультиплеер, то есть встречать таких же ребят, воевать с ними. И это новый IP от Rare. Да, и это новый IP от Rare. Ну, довольно любопытно. Мне кажется, может получиться что-то интересное. Во всяком случае, я заинтригован и очень хочу попробовать. Потому что мне нравится, ну, как сказать, маленький мультиплеер. Когда ты как бы в ММО, но тебе не нужно кланами на 100 человек вступать. А у тебя есть твоя маленькая команда, и ты с ней играешь. Ну, мне кажется, вот эти битвы между пиратами, как показывали в трейлере, когда люди начинают друг на друга орать по этой, по громкой связи. Типа левого руля, правого руля, стреляй, уходи и так далее. Вот это будет прикольно. Да, я надеюсь. Но Дмитрий Пучков смотрит на тебя, как на говно. Ну, никто же не видит этого. Время прочесть донаты. Время прочесть... Отдельную... Я думаю, надо сделать отдельную... Продолжаем эфир на Радио Радонеж. Время прочесть донаты. Да, да. Но на самом деле нас-то они волнуют. Том Йорк пишет, мои песни слушает... Слушает там кто? 100 рублей прислал Тому Йорк, кстати. Можно похвастаться. Спасибо, спасибо Том. Да. Самому Тому Йорка приятно получать денежку. Да, я очень люблю Радио Хэд, в свое время обслушался ими просто полностью. Обмазался. Дико уважаю. Но Том, последний альбом... Последние пары альбомов даже. Я что-то как-то даже... И сольник я его слушал, мне не очень. Я люблю то, что он делал в 90-е. Окей. Вот. Ну и коллаборация, скажем так, с Uncle мне тоже очень нравится. Чип Джокер, а уже вышедшие игры, например, Ведьмак 3, будет лучше выглядеть на Pro? Да, вероятнее всего, да. Ведьмак 3 не знаю, но мы про это еще поговорим. Вероятно, да. Спасибо Чип Джокеру за 100 рублей. Захар гарантирует. Не, ну ладно. Берите на работу в Sony и буду гарантировать. Я хочу работать с Марком Церни. Я хочу слышать его успокаивающие голоси. Да. Он тебя в подвале зарежет. Андерсон с улыбкой на лице. Лучшая архитектура. Андерсон9089 еще прислал 321 рубль и пишет, ребята, как думаете, в старых трейлерах новых игр для PS4 графика была с прошки? А, я уже читал. Да, вообще. Да. Это было нормально вообще-то с какого-то. Да, да. Я просто думал, что я пропустил наоборот. Пони с PlayStation следующий. Да, радуйте. Если NX будет слабее обычной PS4 и Хуана, то что ее ждет? Если это вообще карманная консоль, она точно будет слабее? Ну да. Учитывая, что на носу уже PlayStation 4 Pro и Скорпию. Ниндендо опять опоздали. Это будет гибрид. Не понятно. Мы не будем заново поднимать эту историю. Да, это непонятно. Если это будет гибрид кармана консоли, они единственные сейчас на рынке. Обещают, что анонсируют на Tokyo Game Show. Это случится уже в период с 15 по 18 сентября. Да, если будет... Если у нас заживет жопа к тому моменту, мы обсудим Nintendo NX и посмотрим, что она из сервис стоит. Я думаю, что если там будут конференции на английском, то мы сможем уже потранслировать. Да, да. Конференция Sony на TGS точно будет на английском и мы будем транслировать. Да. Alan Walker пишет, парню пощадите... То есть не пишет, а присылает сообщение за 200 рублей. Нужен нам эти Resident Slipper... Resident Slipper? Я думаю, это Смайли. Новости про киберспорт. А, да. Которые, наверное, с таким лицом... Да, да, да. Мы тут про нормальные игры пришли слушать, а не про очередной турнир в первого подотке. В первого подотке. Районный турнир Москвы. Чемпион первого подотки просто. Такая медаль. Я уже вижу, как она отливается и вешается на шею. И последний, Проксик прислал 88 рублей. Да, всем огромное спасибо, друзья. Просто не хотим очень много времени тратить на зачитывание, но очень рады, что приходится тратить очень много. Очень сложно объяснил. Ну, я надеюсь. 123 рублей 45 копеек, просто всех благ. Спасибо. Ребята, поехали дальше. Время поговорить про Покемон Го. А, Джуменовик. Да. Да. Покемон Го стало... Покемон Го. Стало известно количество загрузок игры. Анонсирована версия для Apple Watch. Я прям разгребаю тонны радости. Apple Watch. Apple Watch. Это то, что происходило вчера среди фанатов Apple с 8 до 9 вечера. Да. Общее количество загрузок мобильной рейтой игры Покемон Го, взорвавшей информационное пространство этим летом, как вы, наверное, знаете, а Захар очень хорошо знает, перевалило за астрономическую отметку в 500 миллионов. Вдумайтесь. Это в 10 раз больше, чем людей, поигравших в GTA V. Это уже сравнимо в каких-то соизмеримых долях с населением Земли. То есть, если 7 миллиардов людей и 500 миллионов скачало, то в целом это уже какой-то такой нормальный процент. 14-я часть. Ну, возможно. 14-я часть населения Земли, да. Вот. Занимаясь поиском монстров, пользователи преодолели в сумме свыше 4,6 миллиардов километров расстояния от Земли до Плутона. То есть, можно было вместо покемонов, можно было просто вживую. С Земли до Плутона. Да, вживую можно быстро излить. Ты больше не планета. И он такой, нет. А теперь снова планета. Да. Об этом на прошедшей в среду, то есть вчера вечером, конференции Apple рассказали представители студии Niantic. Игра превзошла все самые смелые ожидания создателей, ну, при этом это очевидно. По данным Sensor Tower, к настоящему моменту она заработала порядка полумиллиарда долларов. В общем, пипец. Вот. При этом проект все еще официально не вышел во многих регионах мира, в том числе и в России. Полмиллиарда долларов, полмиллиона, а, и 500 миллионов скачек. Скачет его по доллару, условно говоря. Прилипло. Прилипло, да. При этом проект все, ну да, не вышел, в том числе и в России, как я уже сказал. На конференции Apple же была объявлена о подготовке к релизу игры в версии для умных часов Apple Watch. Снабженное GPS-устройство будет вибрировать, когда вам попадется покестоп и поможет увидеть покемонов поблизости. Технология дополненной реальности с этим релизом несовместима. Версия для часов также позволит собирать закровища и захватывать карманных монстров. То есть ты можешь с часов играть, ты можешь часы вместе с телефоном использовать. Часы можно использовать как умный браслет. Да, условно говоря, это какие-то натифающие для покемонов. При этом, видишь, можно и будет самостоятельно ловить, если у вас телефон. Ну, по-быстрому. Поймай его по-быстрому. Можно как бы, да, с чувством, с толком, с расстановкой, достав телефон, посмотрев на этого покемона, сказав ему в глаза, теперь ты мой, поймать его, а можно по-быстрому? Сказав ему в глаза, ты кто? На самом деле, тут у меня даже бомбить не будет. Подходит хорошо под формат часов, на самом деле, эта игра. Мне кажется, абсолютно прекрасно. И нет проблем в том, что она выходит на Apple Watch. Это как раз было довольно предсказуемо, было вопросом времени. Простил Nintendo, Захар. Нет. Нет. Он вылупился с Пикачу из яйца. Какое интересное совпадение, что самый знаковый покемон, на пресс-конференции Apple, вылупляется из яйца. Как же хорошо. Господи, как же у тебя гореть, я не могу. Я думаю, в целом, это завершает нашу информацию про покемон гоу. Я написал, кстати, Super Mario Go, я написал вновь. Да, 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 но я не стал еще говорить, да, да, да. На самом деле, тут вообще ничего удивительного. Мне кажется, что нянтик будет только богатеть. Мне кажется, что скоро времени у них посыпятся какие-то новые игры просто. Они сейчас вернутся все с Бали из отпуска полугодового, включая уборщиц. Вернутся, и тогда, наверное, реально... Может, обновят хотя бы покемон гоу. Нет, но они регулярно обновляют. Но там крупных обновлений не было, были какие-то мелочи. Но подожди, обновление с драками между людьми, с обменом вроде, то ли случилось, то ли случится, я просто перестал за обновлением следить. Ну, ладно, окей. Ну, нормально там, более-менее, пока в инфополе находится игра, и что-то там додобавляется, или, ну, планируется точно. Вот, очень путанное, я сказал, не суть. Попил с очка за 6.5. Чип Джокера за 100 ты попил с очка. Я хотел узнать, чтобы уже высшая игра выглядела лучше на Pro, но не надо разрабам поработать, или ее достаточно просто запустить на PlayStation 4? Давайте мы сейчас дойдем на этой темы и обсудим все, что вам надо знать про PlayStation Pro. Мы все вам расскажем, что вы хотите. Да-да-да. Dawn of the Deaths. Новая игра анонсирована. Хидео Кадзима, Клифф Близинский и другие известные разработчики стали героями нового олдскульного платформера. Основанная в прошлом году независимая инди-студия Underdog Studios анонсировала олдскульный двухмерный платформер с элементами порно, с элементами головоломки Dawn of the Deaths, в котором главными героями выступят известные игровые разработчики. Том Шефер, Биф Клозинский и Хиро Камия. Хиро Камия, кстати, хорошо звучит. Знаменитому трио предстоит отправиться в эпическое приключение по Wicked World of Gaming, злому миру видеоигр. Альтернативному миру, в котором силы зла сделали каждый негативный аспект игровой индустрии реальностью. Жду уровень с вышками. Просто полностью. Полоса, состоящая из вышек. Вместе они должны объединить свои уникальные способности и одержать победу над зловещим врагом, грозящим уничтожить весь гейм-дев. На создание проекта Underdog Studios требуется собрать 65 тысяч долларов, а не хотят ваших денег. Достигнув дополнительных целей финансовой кампании, разработчики смогут добавить в игру новых персонажей, альтернативные костюмы, профессиональную озвучку диалогов и анимационные кат-сцены, а также заняться консольными версиями для Xbox One и PlayStation. Ну, типа Lost Vikings. Типа Lost Vikings, да, в приятной а-ля Flash стилистике. Немного паразитирующей, конечно, на лицах и знаменитостях, которые не имеют прямого отношения к команде разработчиков. Ну, таково решение, как бы. Да, нормально, на самом деле, я бы в такое поиграл на момент. Ну, в этом, безусловно, что-то есть, но непонятно, насколько ребятам хватит запала сделать именно игру, а не просто какой-то фан-сервис. Да. Сейчас они собрали всего 8451 доллар из запланированных 65, простите, пожалуйста. У них еще 28 дней впереди для того, чтобы достигнуть заветной отметки. Я вижу Сигера Миямота. Я вижу Гейба Ньюэлла. Гейба Ньюэлла. А вот это я не пойму, что-то. Питер Муллинье. Это Муллинье. А, да, Муллинье. Я думал, у него усики, а усиков нет. Не усики, а пропуск. В трусики. Да, в инди-платформе. Царские шутки за 300. Вот. Честно, я почему-то посмотрел и подумал, что я бы в такое поиграл. Но я думаю, что очень узкая. Ты вчера просто болел или напился? Как-то изящно сказал, что я... Да, да, да. Что ты немного-немного не прав. Нет, ну на самом деле выглядит забавно. Забавно. Уверен, как игра будет полностью. Минут 10 я бы попробовал. Я бы хотел посмотреть, как они обстебали эту тему. То есть, как они обстебывают игровую индустрию. Мне просто интересно. Ну, есть любимая серия, в которой играю по 10 минут, она называется Секси Бич. Я тебе советую обратить внимание на эту игру. С чем тратить 10 минут на эту? Потом идешь, ноешь руки, ложишься спать. И никакие дурные мысли в голову не лезут. Типа, приятно. Зато лезут донаты. Давай прочтем. Да. Финрир прислал 100 рублей и пишет, будете стоять в очереди на игромире ради капитана Рейнерс. Новость, которая не попала сегодня в эфир, но она бомбическая. А почему не попала? Она случилась буквально вот, когда я чистил зубы. Ну, добавил бы. Ты знаешь ее? Нет. Натан Филеон приедет на Игромир. На Комик Кон. Ну, хорошо. Ну, который снимался в Светлячке. Да, я знаю. Который подарил... Ты не в восторге? Нет. Актирует протокол горячий стул. Подожди, а кого ты... Хорошо. Если я кого-то ожидал увидеть тогда на Игре... Расскажи. Да, давай. Давай послушаем тебя. Давай. Вот кто должен приехать на Игре на Комик Кон для того, чтобы ты остался доволен? Да, мне вообще пофиг. Нет, ну смотри. Приедет Натан Филеон на Комик Кон. Для Комик Кона и для России это очень круто. Но мне реально пофиг. Мне автограф его не нужен. Пообщаться с ним я все равно не смогу толком. Ну, как бы там... Что? Ну, как бы... Ну, круто. Очень круто. Мне глаза у тебя как от гнева просто. Мне очень круто. Ты сможешь бухнуть, может, с Натаном Филеоном после Комик Кона. Хорошо, если смогу, очень круто. Но, как бы, пока нет таких планов. Понимаешь? Тебя просто... Тебя восторгает потенциальная возможность бухнуть с Натаном Филеоном, который, ну, типа, 90% не произойдет. Нет, просто круто. Я хочу фотку с Натаном Филеоном. Он классный парень. Он отличный парень. От фотки я не откажусь, окей. Я не откажусь. Он еще в очереди, наверное, постоит, да? В очереди фанатов ЕБМ. Натан Филеон такой, ну, я просто с Аликом соткался. Он, конечно, сам со мной не хотел, но я был бы не против. Но, может быть, если у него найдется секундочка, я был бы... При этом я очень люблю Натан Филеона. Я обожаю его... В роли антагониста в коротеньком мюзикле. Ты смотрел? Типа... Как он уже? Очень сложное название. Типа... Блок... Доктор... Доктор Хориплс с синглом Блок, по-моему. Очень крутая штука. Найдите, посмотрите. Идет 40 минут. Это гениально. Там... Ну, неважно. Не буду рассказывать. В общем, это мюзикл. Захара восторгает любая возможность бухнуть. Вот. На самом деле, я очень его люблю. Очень люблю Светлячок. Очень круто, что он приедет. У меня просто нет такого хайпа по поводу того, что... Ты смотрел Кассу? Нет. Мне неинтересно. Честно. У нас еще один донат есть. Кикроса. Не, ну очень круто, что он приедет. Но меня это не трогает. Ну, ничего страшного, что я не включил этот список новостей. Не, ну круто обсудили бы. Ну, и так обсудили. И так обсудили, да. Нет, важная новость. Это важная. Но у меня восторг от такого... Музыкальный блок доктора ужасного. Да, да. Да. Посмотрите обязательно, это очень круто. Кикрос прислал 1000 рублей. Пишет, готов кинуть 15000 рублей в призовой фонд на перовский замес в Доту или МК. Давай решим, что мы уже выиграли. А, кстати, по поводу МК... Да. Можно поймать на слове. Ну, можно. Да. Темнело как-то. Опять сделаем перовский турнир по МК? Петя не слушает. Петя, наверное, до сих пор смотрит Коул с Антоном Логгманом. Где он реагирует? На дизайн. Петя просто в наушниках. То есть, я сейчас 4-2. Давай узнаем точно, услышат, если нет, расскажем его любимый прикол. Вообще, теоретически, возможно сделать действительно какой-нибудь пользовательский турнир где-нибудь. Так что, если ты действительно заинтересован, мы тебя услышим. Мы подумаем, да. Да. Ладно, поехали. Уже не осталось сил вообще просто. Это твоя новость. А ты-то еще не... Понимаешь, ты уже все выгорел сегодняшнее. А там еще горит и горит. Да, вередимся. Одна вот из таких новостей, по которой Захар наверняка сейчас начнет возгорать. Это... Да нет, тут все просто. PlayStation VR. Тут все просто. Тут все хорошо. Все просто. В комплекте с PlayStation VR будет диск с демо-версиями эксклюзивов. PlayStation VR и без того выглядит самым доступным устройством для виртуальной реальности, не считая развлечений на мобилочках. Однако с Sony... Все верно. Захар настолько не держит, что он просто решил в мобилке поковыряться. Да. Вот. Sony решила подкинуть неплохих бонусов для всех покупателей. Через официальный блог компания объявила, что в коробке с каждым шлемом PlayStation VR будет диск, содержащий 8 пробных версий игр для виртуальной реальности. С ума сойти. Подожди. И это не какие-нибудь замянные индики. Подожди. Это то есть кусочек от игры, записанный на диске, который можно попробовать. Никогда не видел ничего подобного. С ума сойти. Восхитительно. Вот. Это будет Drive Club VR Evolution от Evolution Studios. PlayStation VR Worlds. Rigs Mechanized Combat League. Это такая драка про... Арендная драка про роботов. С роботами. PlayStation VR Worlds. Вот я пишу, что в данной версии будет один мир с подводным приключением. Наверное, с очень красивой водой. Да. Да. Где очень важно, как свет падает. Там был VR. Это полностью трехмерная версия классической игры. Battlezone новый. Я предполагаю. Я играл в него. Вот. Это футуристический танк. То есть, когда я еще не совершал танков в 90-х годах, я помню, на диске с стороны игр была демка. А теперь демка на диске с PlayStation VR. Да, видишь, как ситуация. Да. Ив Валькери. Та самая Ив Валькери, которая... Это шутер космический, который происходит в... Вселенной Ив. Вселенной Ив онлайн. Wavered Sky. Аркада о покорении в воздушной крепости. И хедмастер сборник нестандартных футбольных испытаний. Когда я читал эту новость... Я заснул. Нет. Вначале мне, знаешь, воодушевила фраза человека, который писал эту новость на сайте Stop Game. И это не какие-нибудь безымянные инди. Я начал читать, думаю, о, Drive Club, о, неплохо. О, PlayStation VR Mode, что? Рикс, окей. И дальше такое. Да-да-да, постепенно. Чему он восторгался вначале-то? Я не знаю. Это, конечно, далеко не все игры, которые будут поддерживать PlayStation VR. Есть еще рельсовая Until Dawn Rush of Blood. Это DLC. Ржавый пласт. Ржавый пласт. Да, эксклюзивная VR-миссия для Call of Duty и Infinite Warfare, если вы не в курсе. Это не будет входить в комплект, это просто перечисление того, что будет связано с PlayStation VR осенью. Star Wars Battlefront под PlayStation VR. Batman Arkham VR. Dead or Alive Extreme 3. Очень важно иметь в VR. Да. Да. Я не иронизирую. Это самое важное, что нужно иметь в VR. Для любителей безобидной клубнички и многое другое. Безобидная клубничка. Рубрика «Безобидная клубничка». Но эти вещи Sony предлагает находить и пробовать самостоятельно. PlayStation VR поступит в продажу в России одновременно с другими странами. То есть 13 октября ориентировочная цена 36,990. Ориентировочная. Ровно столько же будет стоить PlayStation Pro в России. Да. Потому что цена у них одна и та же. 399 долларов. Вот. Такая вот новость. Не знаю. Это подтвердил магазин МВидео, кстати. Когда мы партнерится с Sony. Просто я прочел. Пока я не забыл, я это озвучу. Вот. Ну, 10 демо-версиями PlayStation VR ставить это приятный бонус. Но я бы не сказал, что это что-то чудовищно крутое. Я бы не сказал, что это что-то просто тебе развлечься. Это нормально. Если ты купил очки и не купил игру, то что-то тебе. Это абсолютно нормально. Да. Это нормальная история. То же самое было с Move. На комплекте шелковый диск с демками игр. Или он был бандлом с какой-то игрой. Я уже точно. Это сделано для того, чтобы люди, которые не в курсе, что такое VR. И даже те, кто в курсе, и просто не хотят покупать сразу игру. Могли сразу купить очки, чтобы мне не приходилось тратить 36 990 плюс 4, то есть 40k. А можно было бы, например, купить за 36 990 и совершенно спокойно наслаждаться VRом и обманывать себя, что VR это будущее. Не, на самом деле я в PlayStation VR верю. Я просто поддерживаю Захара в этом вопросе, чтобы он поддержался до конца эфира. Не расплавил стул, который я этими руками собирал. Между прочим. Этот стул. И этот. То-то я смотрю, не слишком-то удобно. Ладно. Следующая новость от компании Square Enix. Final Fantasy. Квадратные енисы. Final Fantasy Blu-Ray Movie Collection анонсировано на Амазоне. Онлайн ритейлер Амазон стал числить у тебя в списке. У тебя стал в списке числить. У тебя в списке стал числить Blu-Ray коллекцию всех игр. То есть, тву господи, всех фильмов, которые когда-либо выходили во вселенной Final Fantasy. Это включает Final Fantasy VII Advent Children, Final Fantasy The Spirits Within. Да, была и такая. И Kingsglaive Final Fantasy XV. Я тебе больше скажу, что это только фильмы, потому что есть еще аниме. Есть еще аниме, да. В 90-х годах выходило и довольно неплохое. Есть аниме по Final Fantasy VII еще? Нет. Есть аниме по Final Fantasy XIX. Еще раньше. Это по-старому. По-моему, по Final Fantasy то ли 4, то ли 6. Аниме? Да. Ну, оно такое. Мир праху твоего. Забавно. Говорить. Я его смотрел. Два-четыре. А Final Fantasy The Spirits Within, плакат этого фильма, висит в комнате у главной героини. Мне не нравится The Spirits Within. Я, наверное, один из немногих, который считает, что это супер бесполезное дерьмо. Я тоже так считаю. И люди, которые хвалят его за красоту, я вообще не знаю. Я очень мало кто хвалил. Он просто красивый. Он вообще никакой. Я в кино его смотрел, был разочарован нереально. Ну, в общем, висит... Я был молод и глупый. Висит этот плакат у главной героини Life is Strange первого сезона. Как ее зовут? Девочка-хипстер. Макси? Нет. Максин? Максин. Это главная героиня, да? Да. Максин. Да, у нее висит в комнате. И когда подходишь, она говорит, что это был классный фильм. Нету ни релиза, ни цены у этого диска. Ничего нет. Да. Описание фокусируется вокруг Kingsglaive'а, фильма Preview, который вышел незадолго до релиза Final Fantasy XV. Ну, довольно логичное решение, подогреть хайп ко всем своим предыдущим фильмам и немного срубить еще, снять стек сливок, срубить бабла, коли что-то выходит новое сезонное фильм. Мне кажется, тут просто хотят на хвост Kingsglaive'а закинуть вот эти... Да, все правильно, зацепим им зацепиться за паровоз хайпа и при этом сделать такую, наверное, фанатскую вещь. То есть фанаты Final Fantasy, мне кажется, с радостью купят этот диск и поставят себе на полочку. Я бы купил, кстати. положил яблоко себе на голову, посмотреть в спирит визын и разочароваться еще раз. Нет, я посмотрел Advent Children, потому что Advent Children очень крут. Я недавно пересматривал, и я не могу согласиться. Уже кажется, что не так. Я с тобой не согласен, потому что я его не пересматривал. Нет, но на самом деле я его смотрел несколько раз тогда еще. То есть я его видел неоднократно. Мне очень нравится там экшен, и в целом очень приятно почему-то вот стиль в спирит визын, он немножко отличается от стиля Final Fantasy 7 именно Advent Children. И в Advent Children меньше есть приближение к фотореализму, но не такое сильное. и это почему-то откупает. И экшен там крутой, экшен нереально крутой. Вот. Ладно, поехали к следующей новости, которая меня выморозила вообще просто. Хорошо. Потому что я читал и думаю, господи, какое безумие. Ну, вы сейчас поймете. А, угу. Да. Защитники животных из PETA требуют показать сцену убийства скота в Farming Simulator. 2017. 2017. Да. В 2017 году мы увидим круто. Эх, сейчас бы сцену убийства посмотреть 2017. Да. В общем, на официальном сайте я рассказываю вам историю. На официальном сайте организации появилась организация PETA, это организация защитников животных, появилось обращение к создателям Farming Simulator 17 из компании Giant Software. В письме красочно описывается быт свиней на скотобойнях. Они живут в грязных переполненных сараях, иногда животные видят перед собой открытое пространство и начинают бегать впервые в жизни, пытаясь насладиться коротким мгновением свободы. Но у них очень слабые ноги и легкие, поэтому зачастую свиньи сваливаются и больше не могут встать. Им лишь остается хватать ртом в воздух и пытаться выжить в жестоких условиях фермы. В какой-то момент свиньи подвешивают вверх ногами, так они ждут своей смерти. Порой мясники сильно спешат и свиньи просто не успевают потерять сознание, приходят в себя, в собственной крови и остаются живыми даже тогда, когда их окунают в кипящий воздух. PETA считает, это цитата была, собственно, их. Ну да, то, что было объяснено в этом письме. Да. PETA считает, что такие сцены обязательно должны появиться в Farming Simulator 17, потому что это очень важная часть скотобойной индустрии. А если разработчикам кажется, будто подобная кровожадность огорчает аудиторию, то пускай лучше не замалчивают действительность и полностью переведут игру на выращивание растений. PETA даже придумала потенциально новое название – Vegan Farming Simulator 17. как отреагировали разработчиков, пока неизвестно. Может, это и вовсе какой-нибудь хитрый маркетинговый трюк, считает автор с сайта StopGameru, но мне кажется, что нет, потому что PETA они такие немножко двинуты на этой теме, поэтому они абсолютно серьезные, я уверен. Ведь Farming Simulator выходит совсем скоро на консолях ПК в конце октября 2016 года. На самом деле, я скажу такую вещь, что я не полностью поддерживаю PETA, но действительно, возможно, стоит… Если ты называешься Farming Simulator, то ты должен хотя бы отписывать, что это не то, что «very happy fun fun». Это тоже такая тема важная. Ругать игру со сцены… Не, не надо ругать. Я говорю, я их не поддерживаю. Я не поддерживаю, я просто говорю о том, что эта позиция имеет право на существование. PETA просто решили попиариться. Они решили напомнить о себе. Слушай, PETA себя нормально чувствует. Да? Ты давно слышал о PETA? Периодически слышу. Ну где-то… Я и про VVF тоже не каждый день слышал. Про VVF я слышал много лет назад уже последний раз. Ну типа Farming, это как бы… Фарминг – это ферма… Ну да, ну типа как скотобойни там есть, я так предполагаю, раз они об этом пишут. Ну не знаю, может компромисс какой-то там, и скотобойн будет в крики людей доноситься, и животных. Ну ладно. Сцены дерьмой абсолютно не целевое. То есть, понимаешь, это… Да. Во-первых, Farming Simulator, она популярна только в Германии массово. Почему-то, да? Действительно был огромный стенд, кстати, на Gamescom, и Farming Simulator. Да, и в прошлом году тоже. С драком, действительно. В самом популярном месте был в прошлом году. Окей, ну просто пускай лучше пета, она как бы пойдет к этим скотобойням и предъявит всем чувакам. Ты не понимаешь? Нет, они не являют… Я не понимаю. Почему это? Это не то, что они говорят, вот надо… Ну то есть, они, понятно, хотят, чтобы этого не было. Ну понятно. И это логично, чтобы животными обращались там лучше. И поэтому они хотят, чтобы Farming Simulator обратил на эту проблему внимание. То есть, их глобальную цель, я понимаю, и как бы я не говорю, что… Я даже понимаю глобальную цель, как организации пета, но это не тот случай, и не тот проект, и не тот способ, которым это надо реализовывать. Просто это… Просто это пета. Красава. Еще одно на зоне для кубрики. Просто это пета. Да, да, да. Просто пета. Или это пета. Мне кажется, что мне нравится в целом глобальная… Ну как бы вот… Тебе жалко свинюшу. Да, мне жалко свинюшу. Старайся не думать о том. Но мне не нравится то, как это делают петы сейчас, описывая какие-то ужасы свиной жизни. Лучше бы они реально списались с Farming Simulator, мы как-то, не знаю, добавились. Но тут еще есть такой нюанс, что у каждого из нас есть, допустим, какие-то, возможно, неприятные мысли и чувства по поводу того, как мы получаем мясо, которое мы едим, но вряд ли кто-то из нас готов на этой почве отказаться от стейков, мяса… Ну да, речь не о том, чтобы отказываться, речь просто, ну как бы… Более гуманно убивать? Ну да. Опять-таки не тот способ. Но есть же фермеры, есть же фермеры, которые, ну… Как же задырала эта муха! Не лучший способ и не самый удачный кейс в истории компании Пета. Я советую. Да, лучше бы они… Лучше бы они… Наймите пиарщика. Договорились. Я думаю, у них есть пиарщик. Ну, наймите пиарщика получше. Мы… Давайте перейдем к областям, которые нас больше интересуют и… Ты про донат? И возбуждают. Да. Проксик 88 прислал 100 рублей, Захар, руки на стол. Не могу, я анонирую. Двинемся дальше. Но просто мне кажется, все хотят это услышать. Почему тебе левый капот столом? Я… Я не хотел. Честно. Я мастургирую во время эфира, безусловно. Вы просто не замечаете. Я это делаю вообще. Постоянно. Да. Опять увидят его. Не знаю, как это еще услугубить. Я, к сожалению, не знаю. Безусловно, это так и есть. Потому что… Не то чтобы… Мальдян, вот он сидит рядом со мной. Я ничего не могу с собой сделать. Я думал, ты сейчас прав еще и про Нейтан Филлиан. И обхватываешь. А когда Нейтан Филлиан, еще и правый обхватываю. Ну вот это вот… Нет, нет. Правый ты играешь в Марио Ран. Услышь. Марио Ран, да. И это просто возносит меня на какие-то Эвересты Неги. Потому что я просто не могу справиться с этим. Эвересты Неги. Оставайся. Со всеми чувствами, которые вы плескиваете из меня. Вчера показали первый геймплей. Направь их в другую сторону от меня, пожалуйста. Mass Effect Andromeda 4K на PS4 Pro. Вот что нам показали. Геймплей. Впервые. Mass Effect. Что там было? Я сейчас покажу. На какой-то планете, где надо было за главного героя, который пока что не показывает своего лица. Я так понимаю, не палится, кто это такой. Походить по какой-то кибернетической планете. Не, ну как не палится? У него имя уже известно. Его имя. Как его зовут? Я не помню. Там в статье в этой есть. В статье написано? Да, да, да. Ну у него позывной же. Нашли же еще когда в первых роликах. Типа Доктек. Райдер? Да. Райдер, наверное. Да. Ну не позывной. Как его называют в игре? Или Мэйл Райдер. Я не знаю. Райдер, нет. Райдер. 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 Да, да, да. Чувак. Окей, хорошо. И вместе с ним его небольшая команда, которая включает прекрасную жопастинку Азария. Мне понравилось. Он бегает, ну какая-то платформенная секция на какой-то планете, в результате которой... Это типа как... Это некая забытая цивилизация. Я просто немножко углубился тоже в эту тему. А сегодня еще пересматривал этот ролик с удовольствием. В общем, это некая забытая цивилизация, как и протеани из предыдущей части. Но эти не померли еще. Окей. Но она тоже типа старинная какая-то цивилизация, древняя. В конце натыкаются на какое-то зло, высвобождаются и убегают. На этом заканчивается сцена. С точки зрения геймплея как это выглядит? Какие-то платформенные секции, изучение, сканирование и все. Как сказал Петь вчера на сайте, появился платформер. Появился платформер. Что, кстати, меня не то чтобы расстраивает. Наоборот радует. Меня не то чтобы возбуждает. Если честно, я дома на спокойных щах, как говорится, пересмотрел геймплей Mass Effect Andromeda. И мне по-прежнему очень нравится графическое исполнение. Мне нравится насыщенный sci-fi. Но если честно, геймплей на это не кудыш. Кстати, ну ладно, ты сейчас судишь, ты даже не видел боевых. Ну, пока что, да, естественно. Мне как раз таки, мне наоборот все нравится. Слушай, если был бы... Извини, это тизер к полноценному показу, который состоит с 37 ноября. Вроде как. Возможно, приберегли весь сочняк туда. Но, если это единственное, что можно пока что показать из геймплея, как он ходит и сканирует, то это... Я хочу обратить внимание на некоторые аспекты. Во-первых, фростбайт третий, по-моему, это, и он офигительно выглядит. Ну, детализация костюма. И освещение, да. Анимация именно геймплея. Очень мне нравится анимация бега. Там есть несколько фаз разных. Ну, по-разному бегать. Вот это боевые, конечно, молодцы. Но, как вы увидите... Это идёт на прошки. Это идёт на прошки. Да. Как вы увидите после, ну, когда начнётся катсцена, вы поймёте, что, к сожалению, боевые научились делать нормальную анимацию в геймплее. Но не научились пока что из того, что нужно судить. Катсцена. Ну, это пре, альфа, тех. В катсцене анимация уровня Mass Effect 1. Серьёзно. Вот эти убогие катсцены, что были, так вот в четвёртый Mass Effect выходит, катсцены всё ещё убогие. Не четвёртый Mass Effect. А? Ну... По факту да. Да, я по факту имею в виду, да. Мне нравится в целом дизайн. Вот. Я надеюсь, что это будет очень круто. Короче, могло быть конечно хуже, но показали... Я очень люблю Mass Effect. Я не разочаровывал. Я увидел... Я тоже не разочаровывал. Помнишь утёкший ролик? Он был хуже. Утёкший ролик. Помнишь? С Кроганом, с каким-то газом. А, да, 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 да. Вот. Это намного лучше. А Зари офигенная, как бы тоже. Жопастенькая. Ну... Кому что. Да, я понял. Но в целом, да, могло быть хуже, но... Я бы хотел видеть какой-нибудь Mindblown, там, Жнеца, какую-нибудь крутую битву. Не, ну ты чё, такие вещи надо в игре видеть. Я не хочу, кстати. Вот я не люблю такие спорты. Я хочу вот такое, чтобы мне Жнеца в игре дали. Я хотел, чтобы что-то зацепило меня. Чтобы я ж... Кроме графики, ничего не зацепило. Меня Азари зацепило. Азари хорошая. И геймплейная анимация меня зацепила, она выглядит приятно. Ладно, Андромеда выглядит неплохо. Андромеда выглядит неплохо, мы ждём полноценной демонстрации... Да, полноценная демонстрация... 7 ноября будет полноценная демонстрация полноценного трейлера, как было сказано. Да, да. И это прекрасно. Mass Effect Андромеда получает от нас промежуточный аппрув. Следующая новость твоя. Следующая новость про моего любимого мужчину всех временных народов. Может спойлернём нашу рубрику? Мы не успели сделать... Нет, ладно. Она сюда не вписывается, потому что игра-то норм. Да. Но для таких как Питер Мулине у нас будет отдельная рубрика, о которой мы расскажем потом. Да. Пока не будем спойлерить, да. Вам понравится. Да. Собственно, в чём прикол? Питер Мулине выпустил новую игру. Она называется The Trail. И она вышла только в Филиппинах. Это, кстати, стоит объяснить, что она мобильная. Да. Игра мобильная. Вышла только на территории Филиппины. И выпускать как бы soft launch, это называется, игры на маленьком рынке. Это для того, чтобы проверить, как она себя поведёт, это нормально. Да. Но, тем не менее, я думаю, что если вы очень хотите, вы сможете найти способы. Легко. Даже зарегистрировать филипинский аккаунт, и вы сможете скачать. И есть на что посмотреть. Собственно, Питер Мулине со своей вот командой 22Cans сделал игру, и она довольно неплохо выглядит. По стилю она... Знаешь, почему? По визуальному стилю она похожа на... Почему? Он ничего не обещал касательно неё. Просто взял и выпустил. Да. Питер Мулине ничего толком не обещал по поводу этой игры, и она действительно удивляет. Извини, я перебивился. Она похожа на... Визуальный стиль повторяет годус. Вы можете в этом убедиться, я вам сейчас включу трейлер. Вот. Она действительно... А, это не трейлер, это летсплей целый на 30 минут. Вот. Вы создаете персонажа, естественно. И, блин, это не похоже на мобильную игру в привычном. Выглядит довольно... Я ожидал увидеть какое-то странное что-то. Довольно полноценное, какая-то адвенчурочка, со стилистикой, которая немножко напоминает The Legend of Zelda, The Wind Waker для меня лично. И вот с какой-то девчушкой бегаешь по острову, изучаешь, общаешься с другими. Да. И, ну, как бы, крафтишь, да, собирательством занимаешься. Ну, довольно необычно. Да. Да. Выглядит довольно неплохо. Вот. И я прям подумал, что, ну... Исправился? Бро, что с тобой, да? Я хочу сказать, что Питер Мулине это человек, который когда-то делал фейбл, который всем выносило мозги, а теперь он делает... Ну, мне не выносило, поэтому я как-то и... Я бы начну мозги его обещания бесконечные. О, массивный фейбл. Ну, вот второе сначала, да. Ха-ха-ха, окей. Ну... Петя сбил меня, в смысле, да. С помощью филиппинского аккаунта... Вы сможете, да, поиграть. Я думаю, что есть прочие способы, да. Сможете поиграть, да, в эту игру от Питера Мулинье. Называется она... Давай еще раз озвучим, как она называется? The Trail, по-моему. The Trail. The Trail, да. Да. Ну, сейчас, наверное, я перейду в рубрику технологии и немножечко расскажу о новых девайсах, на которых можно это сделать. Давай. Apple вчера провела пресс-конференцию, на которой она анонсировала iPhone 7. Презентация стартовала в 20.00. Что нужно знать о телефоне, который вчера анонсировала Apple. Кроме серебряного, золотого и розового цвета, iPhone 7 выйдет в двух вариантах черного цвета. Матовый и глянцевый. Jet Black он называется. То есть... Как это? Космическая... Это IP68. То есть, практически максимальная влагостойкость. Отдельного разъема для наушников больше нет. Стандартные 3,5 мм ушли в прошлое. В новом iPhone будет только один разъем Lightning, через который вы, собственно, заряжаете телефон. Apple предлагает пользоваться гарнитурой с ее фирменным коннектором, который идет в комплекте. Или же приобщиться к людям будущего и перейти на беспроводные наушники. В комплекте с iPhone 7 поставляется переходник, да, еще раз подчеркнем. Да. С Lightning на 3,5 мм выглядит немного убого, конечно, вся эта конструкция. Но, тем не менее, он есть. На случай, если вы меломан, который не хочет мириться с менее качественным звучанием Bluetooth наушников. Но сами наушники в комплекте беспроводные не идут. Там лежат обычные проводные ушки. Обновлена кнопка Home, она снабжена технологией Taptic Engine. Это означает, что нажатие и прикосновение кнопки с сенсором Touch ID будут сопровождаться тактильным откликом, как на тачпадах MacBook или ненавязчивые уведомления Apple Watch. Кликать больше не будет. Кликать не надо, да, будет вибрировать и разблокироваться. Новые камеры. В iPhone 7 Plus будут 12-мегапиксельные камеры, которые работают... Что такое? Не ту вкладку открыл. Которые работают в ТАНДе и обеспечивают двухкратный оптический зум. Камеры обеих версий iPhone 7 будут снабжены разработанным Apple сенсором, которые используют технологию машинного обучения, чтобы узнавать объекты в кадре. Фотокамера способная к обучению. Будут стереодинамики. Обучаемая фотокамера. Базовая модель стоит 649 долларов, а iPhone 7 Plus 769 долларов. Обе модели выйдут в версиях на 32, 128 и 256 гигабайт памяти. Исчезла версия на 16 гигабайт, для которой нет места в наступающем будущем. Можете купить iPhone 7 или можете купить себе PlayStation VR и PlayStation Pro. Да. Вместе. Или можете купить себе, не знаю, телевизор 4K вместо iPhone. Серьезно. Помимо этого показали Apple Watch. Про них мы уже рассказали в новости про Pokemon Go. Что можно сказать про седьмой iPhone? Конечно, больше всего резонанса вызвало устранение разъема 3.5. Даже не только из-за того, что сделала это Apple, сколько из-за того, что другие разработчики телефонов, другие производители телефонов непременно пойдут за ней следом и, очевидно, сделают то же самое и в своих устройствах. При этом, не сказать бы, чтобы на этом были какие-то более весомые причины, чем та, которую я бы озвучил на конференции. Озвучала она примерно так. У нас есть яйца, это сделать. We have courage. Ну да. На английском языке. Просто они считают, что в будущем должно быть вот так. И это, конечно, немного отличается от старого подхода. От того будущего, которое видел я, да. От старого подхода, который был при Джобсе, когда не было такого, что решения принимаются просто так. То есть оно служило всегда какой-то базовой идеей, какому-то общему вектору. Кстати, случайный обзор. Щеколда в туалете, пиццерии. Как за дефамилия? Прищемило мне вчера палец. 0 из 10, не делайте таких щекол. И, в общем и целом, ну, фанаты Apple остались довольны. Люди в недоумении, в целом, всегда такая же ситуация, как с первого айфона одно и то же. Опять все будет то же самое. Все пойдут купить, все будет всех устраивать. Владельцы андроидов будут говорить, что ваше айфон и говно дорогое. Владельцы айфонов будут говорить, что вы все андроиды не способны нищек роды. И вот эта бесконечная история. Я уже, честно говоря, от нее устал. Это бессмысленная, бесполезная война. Apple все хорошо. Они выпустят новый телефон. Его все купят. Они разбогатеют еще. И в следующем году выпустят новый телефон. Так и будет продолжаться. Пока мыльный пузырь не лопнет. Но ничего не показали из того, что заставило бы подумать, что айфон 7 это божественный, невероятный, удивительный девайс, который мне нужен непременно прямо сейчас. И бежать в магазин покупать именно него. Это поступательное развитие. Ничего революционного не было. Фанаты довольны. Остальные охеревают, но ничего не могут сделать. Потому что Apple это главный трендсетер все-таки в мире мобильных устройств. Да, да. То есть это работает так. Все прекрасно понимают, как это работает. Люди с достатком покупают, а люди с меньшим достатком смотрят на людей с достатком и пытаются купить такой же телефон. И потом бегают и пытаются тебе доказать что-то. Это лучше всего на свете, что у меня было. Вот. Хотя есть много аналогов. Вот. И... Давай ты прочтешь следующую. Я прочту следующую новость. Да. Вот. Я прочту следующую новость, она просто потрясающая, в отличие от предыдущей. Мне кажется, так надо поступать. Мне кажется, ты подумал, что вот ближе к концу новости ты уже внезапно осознал, что хейта как-то маловато. Да. Надо его вплеснуть. Немножко надо вплеснуть, да. Окей. Новости уродска. Важно. Нижегородец вызвал наряд полиции, чтобы с ними выпить. Мужчина шообщил, что увидел тело у здания школы. Пьяный Нижегородец вызвал полицейских, потому что захотел поговорить об этом. Ладно, на самом деле там не так. Он просто хотел поговорить. Просто хотел поговорить. Об этом сообщает портал Криминальная Хроника. Инцидент произошел в Сарове. Я надеюсь, я правильно подсчитал название города. Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что рядом со зданием школы лежит пьяный мужчина. Это я, да. Ирина, добрый день. Меня зовут Ирина. Да, да, да. Валяющегося алкаша правоохранителя не нашли. Так обнаружили спокойно сидящего мужчину с бутылкой алкоголя. Тот рассказал полицейским, что вызвал их из-за скуки. Ну, просто скучно, пацаны. И ему не с кем было бы говорить. Бедняга. Полицейские таких откровений не оценили и выписали мужчине в табло административный штраф, после чего отвели домой. Следите за самыми интересными. Да, да, да. На Disgustingman.com Да. Такая вот забавная новость из разряда... Это поднималось, кстати, в подкасте отвратительных. Нужен сервис, который предоставляет тебе собутыльников. То есть, условно говоря, ты не только заказываешь алкоголь или какие-то горячие пельмешки себе, но еще и людей, которые вместе с тобой эту трапезу разделят. И вот как бы сейчас... Уже придумано. Это называется эскорт. Ну, не совсем. Почему? Эскорт, в понимании именно эскорт, а не проституции, работает в следующем образом. Просто нанимаешь себе человека, который будет с тобой тусить. Ну, окей. Ну, типа как в пати в GRPG. Да, да. Только ты за это платил деньги, да. Чемок, который будет с тобой тусить. Вот как бы этот алкаш, на самом деле, просто пришел к такому же пониманию, просто практическим путем. Ну, естественно, работники правоохранительных органов не самый подходящий выбор в этой ситуации для того, чтобы разделить с тобой горячую огненную воду в общественных местах. Так что тут он, конечно, прогадал. Но синий эскорт, говорю. Называние схожего. Идея для стартапов. Синий эскорт. Идея бесплатная, вы можете ее воспользоваться. Кстати, я не вижу 2000 зрителей, поэтому скоро будем отгрызать уши. А кто написал новость в чате? Я. Просто так. Проверяю кое-что. Тебе жалко, что ли? Нет, не жалко. Просто хотел внести ясность. Я думаю, нам больше не нужно никаких новостей, кроме главного меню, главной новости этого дня. Одной важнейшей новости. Да, которую вы все ждали. Которая вчера навела фурор в игровом сегменте интернета. Sony... Подожди, Петь. Петь, а скинь мне ключи, я их раздам зрителям. Вот. Мы сегодня в конце... Ты же скинешь мне сейчас, да? Мы в конце эфира разыграем рандомным образом. Самым pure рандом, который может быть. Кто быстрее, тот молодец. Вот. Мы раздадим четыре, я прав? Пять. Я не помню. Четыре. Несколько. Ориентировочно, да. Несколько ключей на Master of Orion. Новый. Да, Master of Orion. Да. Который от Wargaming. Вот. Мы просто раздадим их вам, а вы просто активируете. А вы просто активируете и просто поиграете. Это случится в конце передачи. И сейчас мы поговорим про PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro, которые вчера компания Sony вечером с обломбом анонсировала. Все, что надо знать, соответственно, об этом. Ну, там знать-то особо нечего. Была облойка, а стала слойка, как бы. Да, да, да. Естественно, что надо знать. Нет. На самом деле, есть чуть больше информации. PlayStation 4 Neo, бывшая. Называется, на самом деле, PlayStation 4 Pro. Количество бубов сохранилось. Ну, ожидаемый. Да. Ренейминг, скажем так. Нейминг нормальный. Консоль будет поддерживать HDR в играх и 4K разрешение в играх, фильмах и сериалах. 4K Blu-ray консоль поддерживать не будет. Ее будет поддерживать Xbox One S. Ее поддерживает Xbox One S, но PlayStation 4 Neo почему-то нет. В мультиплейных играх PS4 Pro будет выдавать ту же частоту кадров, что и обычная PS4, чтобы не давать преимущества обладателям новинки. Но они такие, да нафиг надо вообще. Ну, это 4K Blu-ray ваше. Да, да. Но сэкономить, на самом деле, решили, потому что цена у нее довольно приемлемая. Добиться роста производительности удалось благодаря интеграции в новую консоль более мощного графического адаптера и процессора. Консоль будет поставляться жестким диском на 1 терабайт. Выйдет 10 ноября по цене 399 евро, что в России конвертируется в 36 990 рублей. PlayStation 4 Pro получит графическую карту на 4,2 Teraflops от AMD, 8-ядерный процессор AMD Jaguar X86-64, 8 гигабайт памяти GDDR5. Процессор будет более мощным, чем аналогичный в стандартной PS4 за счет разгона. Консоль будет иметь 3 порта USB 3.1, разъем HDMI 2.0 с поддержкой HDR и 4K и весить 3,3 кг. Что касается HDR, его обещают завести на обычную консоль. Да, его обещают завести на обычную консоль, накатить с помощью софта. С помощью патча, да. Не патча, а софта. Таким образом, как выглядит ситуация? Если у вас есть обычная... Я думаю, это будет обновление прошивки просто. Ну да. Если у вас есть обычная PS4, вам не так надо покупать Slim, если вам не понравился ее дизайн обновленный. То есть, ваши PS4 будут полностью идентичны и Slim просто заменит обычную модель на складах постепенно. Что касается PS4 Pro, то она будет давать более красивую картинку. Она будет давать тот же HDR, что уже будет на других приставках. И она будет давать разрешение 4K, но не родное, а upscale с 1080. То есть, чуть четче картинка, чуть лучше эффекты. Все чуть лучше, скажем так. Давай я найду Horizon Zero Dawn ролик. Да, я думаю, именно этот ролик и стоит показать в качестве примера. Но прошкой стоит затеяться, если вы хотите получить максимальное качество и максимальную отдачу от игр Sony и игр сторонних разработчиков. Обычный PS Slim, ее так не называют, но называют просто PS4, потому что старый уже не будет. Обычный PS4 Slim стоит заморочиться, если вы еще себе не купили приставку. И она будет стоить теперь 300 евро или 299 долларов. По поводу игр. Версии игр будут одни и те же. То есть, не надо будет покупать специальную игру для PS4 Pro или обычную игру для обычной PS4 Pro. Да, игра одна, но это было ожидаемо. И они об этом даже говорили, что вы покупаете одну игру и можете кататься. Просто, да, просто на прошке она будет выглядеть лучше, на старой консоли она будет выглядеть как планировано. В случае со старыми играми, которые будут также выглядеть на прошке лучше, там будет все накатываться патчем к отдельной игре. Там объявили о поддержке... По-моему, практически всех First Party игр. И многих игр от Third Party разработчиков, включая Final... У нее проваливается, кстати, этот... Кто? Куда? Как это называется? Штука, в которой нож носит! Нож, ну... Ну, можно, да, проваливаться в платок. Ну, это нормально. Ну, да, бывает. Игра еще в разработке. Да, и даже в играх, которые не в разработке, так или иначе... На самом-то деле, да, бывает. Происходит постоянно и это, ну... Да, PlayStation 4 Pro выходит раньше, чем Xbox One Scorpio. На год! На год, да. Но компания Microsoft практически молниеносно отреагировала из-за того, что Scorpio все равно будет самой мощной приставкой. В ней будет восемь, там, терафлопс против четырех у PlayStation. Они еще отреагировали с помощью Xbox One S, что-то там написали... Да, по поводу, как раз, 4K Blu-Ray. То, что там 4K Blu-Ray поддерживается, а, мол, на новой PlayStation нет. Не плевать, у меня 4K телека не было и не будет, я думаю. Ну, компания Microsoft сделала единственное, что она заверила... Единственное, что она могла в этой ситуации, заверила, что Scorpio будет значительно превосходить PlayStation 4 в... PlayStation 4 Pro в производительности. Ну, да. Ну, я не удивлен. То есть, это было очевидно изначально. И стоит она вряд ли будет 399. Вряд ли. Я думаю, она будет, скорее, стоить долларов 500-600. Но это мы уже посмотрим. Это мы... Главное, чтобы не 800. И вот то, что они обещали, это True 4K Gaming. То есть, там картинка будет рендериться в 4K. Ну, хорошо. Для этого тебе нужно 4K телек. Для этого вам нужен 4K телек. Для этого вам нужен 4K телек. 4K телек нужен? Значит, это бессмысленно абсолютно. Я сейчас говорю про Scorpio. И, возможно, через год это будет уже чуть дешевле, чем сейчас. Да, безусловно. Ну, то есть, фора, которую Sony себе возьмет в течение года, она, безусловно, сыграет на руку Sony. Майкрософту придется стараться. Но тут просто фишка в том, что говорят, что Scorpio еще, в принципе, как бы и не существует даже толком. Ну, я думаю, что есть некий прототип. Какая-то быстрая реакция, да. Какая-то быстрая реакция Microsoft на то, что Sony планирует выпускать как раз Pro, и они решили сыграть таким образом на упреждение. Не знаю, про это или нет, но мы узнаем ближе к концу будущего года, что получилось в итоге. Пока что, естественно, Sony первый и с большим опережением выпускает обновленную... Ну, это уже не гонка. Ну, потому что гонка уже проиграна. Ну, то есть, уже тут есть... Ну, ничего не изменится. Вероятно, да. Ничего не изменится, и Microsoft прекрасно понимает, делая вот эту систему Xbox Play Anywhere. Да. И теперь они не пытаются бодаться, кто больше продаст консоли, очевидно. А идет просто, ну, фишка на то, чтобы побольше сделать себе экосистему, заработать и на будущее ее как-то использовать. Потому что, если они сейчас объединяют экосистему, делают все под Windows 10, соответственно, у них база геймеров намного больше. Вы и так это знаете. Еще, кстати, показали Человека-паука нового. Ну, там прям кусочек, кусочек, кусочек. Ну, вот он, давайте включим. Порадовало было только того мужика, который говорит, я хочу новые фотографии Человека-паука. Без одежды. Да. Вот. Человека-паука совсем немного. Немножко показали... Ты помнишь? А, Watch Dogs, да. Watch Dogs показали. Там просто... Город показали, да. Видимак 3 фиг знает, будет поддерживать или нет. Просто у нас спрашивали в течение эфира. Неизвестно. Его пока что нет. Я почему не думаю, что... Что будет? Ну, костюм показывает. Лучше Ведьмак. Ну да. Ведьмак знаковая игра. Мне кажется, рано или поздно подвезут поддержку. Только если CD Projekt Red принципиально не скажет, ну все, мы устали, мы не делаем Ведьмака. Там это будет в Кибербанке, условно. Ну, я думаю, что они уговорят их сделать патчик выпустить. Тем более, они сейчас выпускают Game of the Air Edition. Вот. И под него патчик вот этот накатить вообще. Ну, в целом, да. Как бы Бог велел. For Honor опять-таки показали. Что-то почему-то лагает видео. Paragon показали. Потому что наш компьютер не такой мощный, наверное, как PlayStation Neo. Не мощный. Да, да. К сожалению. Ну, как бы и черт с ним. В общем, подводя итоги. Если у вас сейчас нет PlayStation 4 и вы хотите купить... Если у вас сейчас есть PlayStation 4, нет смысла покупать Slim. Если у вас нет PlayStation 4 и вы хотите купить себе какую-то PlayStation, можно купить себе Slim. А если вы хотите купить себе консоль, которая будет выдавать максимальное качество картинки на вашем огромном телевизоре, который вы хотели показать своим друзьям, то вам стоит задуматься о PlayStation 4 Pro. Или об апгрейде обычной PlayStation 4 или Slim до Pro. Но HDR, вот эта технология освещения, которая улучшает блики, цвет, текстуры, детализации и так далее, она будет софтварно доступна и на обычных толстых моделях PlayStation 4. Я уже пипец как устал говорить, поэтому давай разыграем свои ключи на мастеру For Ryan. Да, мы раздадим им просто... Разыграй себе наших зрителей. Я думаю, на это надо делать творческий конкурс. Давай обсудим, это не все сразу. Это можно уже буквально завтра запустить. У нас есть еще один приз, но он такой... Можем его анонсировать. Не, онбокснуть его завтра теперь. Анбокснуть еще хоть где можно. Анбокснуть можно. Анбокснуть и подарить. Завтра, наверное. Да. Завтра, да. Ну ладно, давай покажу его. Не, можно сказать, что называется... Не, ладно, давайте не надо. Все, мне покажут все. Достаточно, Игорь. На... На букву О. В смысле, офигеть. Нет. Ну хорошо, ну... Игра не так называется. Не шлилили, пускай придут завтра, пускай посмотрят, подумают, погрызут себя. Но, кстати, косвенно связаны с нашей передачей. С названием нашей передачи. Вообще да. Косвенно да. Да. Косвенно да. Вообще да. Давайте ключи разыграем. Да, раздаем ключи. У нас есть четыре ключа на Master of Orion от Wargaming. Ключ один на Steam, три на GOG. Вот. Начнем с чего? Я просто их буду вбрасывать, кто забрал. Начнем со стима. Ключ на Steam. Кто успеет, тот молодец. Обожаю. Кто успеет, тот поиграет. Да. Вбрасываешь? Да. Оренчико Пай. Хочу. Вот кто-то пишет. Ну вот. Вот. Первый ключ пошел. Первый ключ вбросили. Да. Вот. Сейчас брошу еще три на... Кто выиграет, кстати, отпишите, если хочется знать героя, который есть. Мог активировать его, чтобы знать на будущее. Вот. На GOG очень просто. Тут вообще прямая ссылка. Да. На GOG еще одна полетела. Ссылка. И давай еще парочку. Еще парочку. Еще парочку. Ты можешь почитать коменты какие-то. Ну тут ты сам понимаешь, что люди просто набросились на эти ключи и сейчас идут какие-то... Драки. Дикие звуки, драки. Да. Вырывание из зубов и прочее. Ну то есть, тут читать-то особо нечего. Вот. Еще один ключ ушел. И... И вы об этом узнаете через 30 секунд, когда уже его активируют. Давай так, ладно. Следующий ключ я выпущу через 15 секунд. Нет, выпускаю его сейчас, потому что давай уже заканчивать эфир. Давай уже... Я герой. Другой походу активировал... Да, круто. Спасибо. В смысле, наслаждайся. Нет. Скорее не лучше. Вот. И последний ключ все. Да. Говорят, как очередь в первый российский Макдональдс. Мастер Форион это... Вы знаете же... Новый взгляд на старую игру. На культовую игру, скажем так. Да. На культовую игру. Космическая цивилизация. Да. Можно так как-то даже сказать. В целом да. Но не цивилизация. Весь героев и цивилизация. В общем, такая интересная штука. Знаковая, в свое время культовая вещь, которая стараниями компании Wargaming сейчас была переиздана и распространяется как в стиме, так и на сайте GOG. И, собственно, обе версии мы сегодня и разыграли. Спасибо, что смотрели, дорогие друзья. С вами были еще больше минералов. Да. Захар Бочаров. Артаваст Марадян. Мы вернемся завтра в 11.00 наше стандартное время. Приходите обязательно смотреть. Зовите друзей. Зовите маму. Зовите всех. И пап тоже зовите. Что за дискриминация? И пап тоже зовите. Безусловно. Играйте в Марио одной рукой. Всем спасибо. Второй зовите. Второй зовите. Или еще что делаете. Все. Увидимся завтра. Спасибо всем за донаты. Очень приятно. Как всегда. Всем. Что вы смотрите нас. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok